Вся Уфа Футбольный клуб Уфа продолжает акцию «День футбола», во время которой представители клуба посещают средние школы города Уфы, проводят тематические уроки, конкурсы, награждают лучших учеников и спортсменов школы. В этот раз объектом акции стал лицей номер 107, который посетили старший тренер нашей команды Виктор Лосев, капитан команды Азамат Сосеев и полузащитники Диего и Марсинио. В частности, Марсинио вместе со своей дочкой Марией Лаурой посетил урок английского языка среди учеников восьмого класса. Какая была тема урока? Ну, естественно, футбол. В Бритоле. Кто знает? В английском клубе. Иван. Манчестер и Геннадий. Угу. 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 В Лидерпуль. Лидерпуль. Угу. Угу. Для премьер-лиги это маленький стадион, мы не можем на нем играть. Сейчас мы строим новый стадион, и я надеюсь, что следующий сезон мы будем играть дома, и все ребята смогут туда прийти. Я думаю, что он просто лучший. Он быстр, он играет лучше кого бы то ни было. До футбольного клуба Уфа я играл в Болгарии в софийском ЦСКА. Надеюсь, когда-нибудь я вернусь на родину в Бразилию и буду играть за клуб Фламенго. Капитан команды Азамат Засеев побывал на классном часу у девятиклассников. Здравствуйте, преподавайте, пожалуйста, приглашайте. Ну, а теперь, пожалуйста, слово нашим гостям. Извините, пожалуйста, а вот в команде есть какие-то предварительные матчи, традиции или приметы, которые соблюдаются? Ну, традиций-то таких нету. Просто собираемся за день на игры и готовимся к игре. Как бы ничего себе не позволяем. Правильное питание, сон, здоровье. Для футболистов, для спортсменов самое главное – это сон и питание. Тогда меня как учителя интересуют вопросы, как классного руководителя. У меня тоже есть два футболиста, которые регулярно пропускают занятия, потому что ездят на соревнования. Да, Денис, Саша, помашите хоть ручкой как-то, да? Они все про вас знают, да? Уже выезжали на международное соревнование. И вот постоянно-постоянно у нас были пропуски. У вас с этим были проблемы в школе? Скажите, пожалуйста, вы учились как? Ну, сначала, конечно, были пропуски, такие небольшие. Потом уже началось побольше. У меня тоже была борьба и со своей классами, и с отчетлями. Но без этого никак, если это почитать. Но вы школы хорошо закончились? И закончились без строя. Закончились. А есть ли у вас семья, дети? Нет, у вас есть. Семья есть, у кого-то родные, а супруги еще нет. Пока нет, значит, это впереди. Поэтому вы так свободно посвящаете всю свою жизнь футболу. Дело в том, что Азамат в приватной обеседе признался, что ищет башкирскую красавицу пока. Пока не получилось, я обновлю. Можно? Сейчас. Конечно, можно. А когда планируете с уходу, я приглашаю. Взять? Да. Ну, или хотя бы в кубке ФПЛ что-нибудь зайти. И намечки можно, пожалуйста? Мы стараемся. Угорь, да? Ну, а в конце в спортзале лицея прошла торжественная церемония награждения. Я предлагаю встретить следующих наших гостей в памятном стриме. Заместите к министра спорной и поддержке футболиста. Здравствуйте! Хотелось поздравить вас с тем, что вы выбираете второе оборудование. Конечно, вам удачи, благополучия. И чтобы вы действительно интересовались футболом, болели за футбол и занимались футболом. Спасибо вам. В декабрьский день вы встречаете олимпийского чемпиона. Сегодня у нас есть какая-то возможность. Олимпийский чемпион по футболу в составе спорта Советского Союза. Мы и тренер футбол-болу фабрика Васильевич Лоросев. Добрый день! Здравствуйте! Хотелось бы вам, во-первых, пожелать, чтобы вы вышли из этой школы достойными людьми и получили здесь хорошее и отличное знание. Ну и пожелать вам, чтобы вы были всегда здоровыми, физически, крепкими ребятами и по жизни шли уверенно. Ну, для этого, наверное, всем вам нужно заниматься спортом. Ну и, в частности, для ребят, конечно, выбрать такой вид спорта, который у нас в стране номер один – это футбол. Давайте теперь обратите внимание на девушек, которые в параде вечером. Они не киплют, просто потому что стесняются. Итак, футбольная команда девушек, мини-футбольная команда, девушек, мини-футбольная команда, сейчас специальные цели для футбольного клуба УФА. Павел Русселев и Вильяр Госсиев награждает каждую из вас. Мы уверены, что это только первая, которая большая победа. И для этого не единственная. Азамат, как капитан, главная футбольная команда Республики, вы сейчас хотите счастливы? Да. Все, выходи. Спасибо вам огромное, девочки. Азамат, как капитан, главная футбольная команда Республики, решил сделать небольшой, но очень ценный подарок для директора школы. Так, азамат. А давайте директор тоже встретим. Она зависит. Стоит, не знает. Здравствуйте. Я не знаю, как на это реагировать. Вы хоть как реагируете. Футбольный клуб УФА не сказать, что поберет шефство над всеми теми, кто любит футбол в этом замечательном лицее, но будет всячески поддерживать ваше футбольное начинание и в какой-то степени открывает, управляйте мне, если я не прав, футбольную секцию на базе МИЦЭД МС-107 и дарит вам, что бы вы думали, мячи. Представляете? Вот эти самые мячи. Из рук Диего и Марсильо. Снова в школу, словно в первый раз. Снова в школу, словно в первый класс идем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом все. В эфире был «Свободный удар». Смотрите нас каждую неделю в это же время на телеканале «Вся Уфа». Все только начинается. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!